Всем привет! Ну что, давайте продолжим строить вашу сенсорную сеть. Надеюсь, что у вас получилось померить показания температуры и узнать погоду в окрестностях горы Фудзияма. В данном уроке мы с вами не будем менять источник данных, то есть по концу данного урока вы также узнаете температуру на горе Фудзияма. Единственное, мы с вами сделаем первое изменение в приложении и в настройках вашего экземпляра Aira, которые позволят отделить поток данных, с которыми работать будет как и приложение, так и ваш экземпляр Aira, из общего. Мы считаем, что это первый шаг для того, чтобы вы смогли построить свою личную сенсорную сеть радиолюбителей, DIY-щиков, гиков, не знаю, как хочется думать, чтобы она была более жизнеспособной. Потом мы с вами сделаем еще несколько изменений, о которых я говорил. Мы с вами научимся фильтровать как источники данных и менять будем источники данных, так и научимся фильтровать пользователей. А сейчас мы с вами должны выделить, в принципе, поток данных, с которыми хотелось бы работать из общего. Помните, наверное, я говорил в прошлом уроке, что если к моменту, когда вы добрались до запуска вашего экземпляра Aira с помощью приложения, в сети будет онлайн еще один или несколько экземпляров Aira, которые настроены на прохождение урока 2.1, то вы получите данные не только от вашего экземпляра, но и еще можете получить данные от других экземпляров Aira. И аналогичная история в обратную сторону. Если вы настроите и оставите запущенный ваш экземпляр Aira после прохождения урока 2.1, и кто-то другой из участников школы запустит свое приложение, чтобы получить данные от своего экземпляра Aira, то помимо своих данных от своего экземпляра, он получит также данные от вашего. Почему? Потому что мы не меняли никаких настроек в поведении как Aira, так и приложения. Соответственно, мы работали с общим потоком данных, а сейчас мы с вами первым делом научимся выделять из общего потока данных по некоторому уникальному идентификатору, те данные, с которыми хотели бы вы работать, ну, точнее, работать ваше приложение, ваш экземпляр Aira. У меня здесь на экране сейчас выведен сайт Infura. Мы с ним поработаем тоже немного. Покажу одну интересную возможность работы с Infura в плане IPFS. Ну, и, в принципе, давайте приступим. Итак, что нам первое требуется? Для начала нам с вами нужно создать на локальной вашей машинке текстовый файлик, ну, вот я так его назову, ens.dfism.txt, и там вы вольны написать что угодно. В принципе, мы никак не даем никакой спецификации, не создаем никаких требований к тому, каким образом формировать модель поведения, что для вас должно быть равно или тождественно уникальному идентификатору потока данных в робономике. Вы можете здесь написать какую-то JSON-спецификацию, XML-спецификацию, либо можете написать просто текстовым файлом в текстовом виде какой-то уникальный идентификатор. Например, в моем случае я напишу, что я отделяю поток своей домашней сенсорной сети. Вот я вот так вот добавил текст, проверим, добавилось. А теперь смотрите, по факту этим уникальным идентификатором потока данных в робономике или по нашему, как мы в команде называем, моделью поведения робота, является хэш от файла загруженного в IPFS. То есть, я только что создал файлик, и теперь его можно отправить в IPFS, и хэш от этого файла как раз станет нашим уникальным идентификатором. И для того, чтобы отправить его в IPFS, я хочу воспользоваться публичной нодой Infura. И давайте мы с вами этому вместе научимся. Заходим на сайт infura.io, переходим в поддержку, в раздел документации, опускаемся в списки доступных функций в самый низ, и видим, что здесь есть в разделе пост функция добавить. Копируем пример, текстовый файлик, и меняем две вещи. Первое – это путь. В моем случае он будет относительно той директории, в которой я нахожусь. И вот здесь я укажу, что нужно запинить true. Итак, я сформировал такой запрос, возвращаюсь обратно в терминал и выполняю его. После нескольких секунд вы увидите ответ от публичной ноды Infura, содержащей хэш. Это как раз мы с вами получим уникальный идентификатор вашего потока данных или модель поведения, загруженную для работы с рыбономикой. Чтобы проверить, что файлик загружен, доступен с публичной нодой, давайте воспользуемся публичным шлюзом IPFS. Он доступен по адресу IPFS.io. slash IPFS slash ваш хэш. Ну вот, видите, все. Значит, у нас по этому хэшу доступны данные. Давайте теперь с вами внесем изменения в ваш экземпляр АИРы и в децентрализованное приложение. Начнем мы с вами с АИРы. Подключимся по SSH. Я это уже выполнил. После этого давайте перейдем в директорию с склонированным репозиторием Robonomics Winter School и откроем на редактирование. Здесь вот в Fujiweather есть под директорией запуск launch и в ней есть файлик worker launch. И вот здесь вот видите в этом файлике в value написан хэш. Давайте мы с вами сюда вставим полученный у нас с вами вот хэш данных. И вставим его сюда. Запишем. Уменение. Выйдем. Откроем. Проверим. ZTJ5. Все записалось. Выходим. Теперь нам нужно пересобрать пакет для АИРы. Никс билд релиз с указанием Fujiweather. Подождать немного времени, пока произведется сборка. И в принципе после этого нам с вами нужно будет только запустить АИРы с уже собранным пакетом. Давайте подождем немного. Все готово. Для этого мы снова возвращаемся в ROS Lounge, Fujiweather Worker Lounge. Так, у нас с вами возникла проблемка. Давайте посмотрим. А, потому что я не после пересборки не вызвал, что нужно нам прописать переменные окружения. Да, после того, как вы пересобрали ROS Lounge, Fujiweather. Вам обязательно нужно прописать переменные окружения и только после этого запустить пайли. Ну вот. Все. Мы видим, что рабочий узел АИРы запущен. Мы еще с вами не знаем, работает ли она у нас по зеленому потоку или нет. Но теперь мы с вами можем перейти к работе со стороны децентрализованного приложения. Смотрите, здесь тоже есть одна особенность. Когда вы сделали форк из AeroLab.com.arbonomics.winter.school.2018, то есть, репозитория данного себе в аккаунт, у вас сохранилась версия, соответственно, репозитория, которая уже устарела и в ней не хватает нескольких изменений. То есть, мы после этого еще сделали несколько коммитов. Можно довести состояние своего репозитория локального до актуального, то есть, синхронизированного, так скажем, с версией, находящейся в GitHub организации AeroLab, с помощью раздела Compare. Я уже это сделал, но вот коротко покажу для тех, кто не знаком. Вот здесь вот, видите, мы с вами смотрим, нам сайт GitHub подсказывает, что с чем надо сравнить. Вот тут по умолчанию предлагается сравнить, выбрать как получателя по реквесту репозитория, от которого вы сделали форк, вам нужно будет это изменить. Можно, например, чтобы не поменяться, ну вот, например, вот так вот и обратно на свой. И вот здесь вот вам выдастся список изменений, которые можно сделать. Ну, я думаю, разберетесь. На крайний случай, если у вас нет какие-то сложности, вы можете просто удалить настройка вашей репозитории. Вот здесь вот он раздел. Удалите и сделайте новый форк от последней версии. В последней версии вы должны заметить, что должно быть fujiweather.acl и под директорией fujiweather.app должен появиться вот такой файлик модель txt. И вот давайте вернемся к моему репозиторию. Вот здесь что я вижу. У меня есть asl, у меня есть vz.dub и здесь есть model.txt. И вот в этом файлике мне нужно теперь поменять модель на мою, которую я создал во время прохождения данного урока. Можно это сделать прямо здесь. Давайте добавим комментарии. И отправим изменения. Итак, наша модель здесь в файлике заменена. Теперь можно открыть наш с вами даб. Вот здесь я пришел в сайт, открыл ссылку. Метамаск, всплывает окно метамаска для того, чтобы подтвердить, что вы согласны обмениваться с этим дабом сообщениями. А, и сейчас нужно еще будет сделать одно изменение. Сейчас, секунду. Так, вернемся. Я немного протупил, забыл, что нужно помимо того, что сделать апдейт основного мастер репозитория, нужно нам с вами еще ghpages, чтобы как раз-таки даб обновился, в нем тоже сформировать pull request. Зато сейчас мы с вами его сделаем полностью. Давайте покажу, как. Выставляем с правой стороны AeroLab-овские репозитории, и слева ваш. То есть, в моем случае, это insertion из моего аккаунта. И вот, смотрите, здесь есть энное количество коммитов, которые нужно нам с вами принять. Для этого мы делаем создать pull request. dpp update 2.2, например, 2.2. Создаю pull request. И теперь выполняю merge. Добавляю эти изменения. Все. Вроде бы теперь у нас проблем не должно быть с дапом. Давайте... Это тоже может занять некоторое время. Возможно, чтобы обновилось. вот видите, у нас с вами в правом верхнем углу появилась теперь верстка. Так, у меня метамаск подключен к сайдчейну. Мы переходим на сторону model, и видим, что здесь выводится моя модель, заканчиваясь на ZTJ5. Вот она, ZTJ5. И теперь надо с ней попробовать пообщаться. Давайте отправим запрос. Show запрос. Давайте посмотрим в терминале, увидит ли этот запрос наш worker. Попробуем отправить еще один. Пока связанность невысокая. Может происходить. Вот. А на второй запрос ответ пришел. Давайте посмотрим. Да. Without hash. C, C, F, V. C, C, F, V. Ну и, соответственно, теперь надо дождаться, пока данные через IPFS станут доступны. Что здесь? Самое важное, что, смотрите, мы с вами поменяли модель поведения на экземпляре Иры, поменяли в вашем DAPP и посмотрели, что это работает. Самое главное, что сообщение ловится. Да, у нас есть перебои на канале IPFS. Вот. И сейчас, на горе кудема, 6 градусов тепла. Соответственно, давайте попробуем, например, выполнить отправку сообщения в основном несколько раз и посмотреть, ответит ли на это ответит ли на это ваш экземпляр Иры. И еще раз. Давайте попробуем. А теперь вернемся к вашей модели и снова сделаем запрос. И видим, что снова О5, О5. Ну вот, как видите, с несколькими изменениями мы с вами теперь отделили общий поток данных доступных, с которыми работает как приложение, так и ваш экземпляр АИры. Соответственно, на этом урок 2.2 мы с вами заканчиваем. И в следующем уроке мы с вами будем фильтровать источники данных. Вот. Чтобы, так как сейчас мы с вами научились отделять поток данных общий, в этот поток данных может любой, в принципе, пользователь, который узнает хэш модели поведения или уникального идентификатора потока, он сможет, в принципе, начать тоже туда транслировать данные. Так вот, сейчас мы с вами научимся делать так, чтобы ваше приложение не выводило от источников данных, о которых ничего не знает, данные. Соответственно, я покажу в следующем уроке, как это делается. Все. А так, если что, пишите комментарии к видео или пишите в группе. Все. Давайте на связи.